Приветствую вас, братья и сестры! Поздравляю вас с праздником! И предлагаю прочитать из Евангелия от Луки, 19 глава, 37-38 стих. А когда Иисус приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава вышних!» Я попрошу, братья, включите, пожалуйста, слайд и посмотрим на одну картинку. Для верующих людей, читающих Библию, не затруднит определить четырех царей, изображенных на этой картинке. Даже дети в воскресной школе, наверное, сразу поймут, кто это. Это царь Давид, царь Соломон, царь Артаксеркс и царь Навуходоносорь. При Давиде это было государство Израиль в расцвете поклонения Богу. Это царь, о котором написано, что он был муж по сердцу Божьему. При Соломоне это было самое лучшее время благополучия, расцвета, богатства. И два царя, при которых Израиль и Иуда были в плену. Царь Артаксеркс, мы знаем, что никто не смел явиться пред его лицо, пока он не позовет и не будет протянут скипетр. И царь Навуходоносорь, который создал культ личности поклонения, поставил идола, поставил истукана, чтобы поклонялись ему. Спасибо, братья, за эту картинку. Можно убрать. Мы мысленно перенеслись в эти четыре царства. Но нам, людям, живущим в 21 веке, очень тяжело представить, что значит жить, когда правит царь. При монархии. Люди в то время хорошо понимали. Один из титулов Иисуса Христа – это царь. И верующие люди тоже называют Христа своим царем. И сегодня мы реально поклоняемся Ему. Не просто духовно. Мы отдаем почесть Иисусу Христу. Мы становимся на колени. Мы Его славословим. Мы говорим особые слова. Мы говорим слава. Мы дома практикуем. Кто-то поклонится до земли. И это правильно. И это естественно. Потому что Иисус Христос является таким царем. Но почему у Христа такой титул? Откуда Он его приобрел? И как это сказывается на нас? Я хочу предложить, чтобы мы посмотрели и узнали, почему же Христос царь. На страницах Библии, уже с первой книги «Бытие», мы встречаем историю, когда появляются цари при Аврааме. Когда несколько царей объединились, напали на города, Содом, Гоморру, взяли Лота в плен. Авраам их освободил. Уже в то время люди знали, что такое царь и что это за система правления. Это было хорошо известно. И вот, когда Бог избрал Авраама, Он определил одного человека, чтобы из него произвести большой народ. И уже тогда Бог говорит ему в обещании «Бытие» 17.6. «И весьма-весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». Бог наперед в Своем предвидении уже знал историю человечества. Он знал, что будет. И хотя не совсем это было то, что ему угодно, но Он знал, где человек оступится, где человек отступит. Поэтому Он уже Аврааму говорит, что цари произойдут от тебя. Проходит как минимум полтысячи лет. Пятьсот лет. И вот израильский народ находится уже в пустыне. Они вышли из Египта. Господь видит это множество народа, и это было становление народа уже как государство. Бог дает им законы. И мы читаем книга «Исход» 19 глава 5 стих. Бог говорит через Моисея. «Итак, если вы будете слушаться глаза Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Бог был их царем, а народ был царством священников. Миссия израильского народа заключалась в том, чтобы через них все люди в мире узнали о живом Боге. Чтобы снова о Боге Творце, о Боге Создателе, который создал землю, узнал мир, который отступил от него. Бог избрал народ и явился им, и через них хочет открыться всему миру. Были установлены Божьи законы. Священники совершали постоянное служение. «И Бог говорил и судил народ через пророков и судей». Бог был царем, Он являлся, народ это знал, но так было недолго. Люди стали понимать, когда Бог их избрал, простите, когда Бог их избрал, люди стали понимать, что поклонение может быть только одному живому Богу. Это первая заповедь. Если вы вспомните, из десяти заповедей, это была первая заповедь у Израиля. Но прошли опять годы. Времена судей наступило. Народ уже получил землю, стал на ней жить. И они начали отступать от Божьих заповедей. Они снова начали склоняться к идолам. Не видно царя. Хочется лицезреть. Где-то Бог находится, Бог царь на небе, но у других народов есть цари, у них есть боги, на которых они смотрят. И вот израильский народ также начал отступать. Мы знаем этот период, Бог наказывает их за отступление, за идолопоклонство. И во времена правления, когда судьей был Самуил, приходят к нему старейшины народа израильского и говорят. Первое царство, 8 глава, 5 стих. И сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, постав над ними царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли. Но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Мы видим, что народ отвергает Бога, как царя, и хочет себе поставить царем человека. Вот отправная точка, когда в жизни верующих людей, людей, которые знали живого Бога, появляется личность человека, который берет на себя роль царя. Вместо Бога теперь будет человек. Бог им дает, Бог разрешает им, но Бог предупреждает их и перечисляет его права и говорит, что царь будет делать. Мы прочитаем Первое Царство, 8 глава, с 10 стиха. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал, «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его, и поставит их у себя тысячи начальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его, и дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим, и от посевов ваших, и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела, от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, а сами вы будете ему рабами, и восстинайте тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Мы видим, братья и сестры, этот момент, когда евреи, люди верующие, они избрали себе царя и пошли на эти условия. Если раньше Бог служил народу, давал им все благо, давал им дождь ранний и поздний, урожай, защищал их, дети рождались, было благополучие, то теперь народ будет служить царю. Избрали царя, и посмотрите, что он будет делать. Они пошли на эти условия. Они пошли на условия, чтобы служить царю, человеку. Так получилось, что на смену одному царю приходил другой царь. Нечестивые цари вели народ к отступлению, богобоязненные цари вели к очищению, одни угнетали народ, другие давали послабление. В это же время встречались люди, в Библии описанные в израильском народе, которые все равно прославляли Бога как царя, и об этом напоминали израильскому народу. Я быстро приведу несколько мест Писания. Вот Давид говорит, Псалом 5,3, «Внимли глазу вопля моего, царь мой и Бог мой». Сыны Кореевы говорят, Псалом 43,5, «Боже, царь мой». Псалом 73,12, «Осав» говорит, «Боже, царь мой от века». Исайя, пророк, говорит, 33,22, «Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш». Он напоминает евреям, что Господь является царем нашим. Пророк Сафония, 3 глава, 15 стих, говорит, «Господь царь Израилев». То есть были люди, которые не забыли, которым Бог открывался, и они знали, что единый царь над всей землей – это Господь, это Бог, который сотворил землю, который израильский народ избрал, который являлся, он только достоин поклонения, он только является царем. Но народ отверг, народ отошел, народ избрал себе человека. И эти люди, цари, они увели народ даже от Бога. Были те, которые настолько поклонялись идолам, настолько увели народ, что Бог даже хотел истреблять народ. Но у Бога был свой план, братья и сестры. И царство свое он не отдаст никому, потому что он есть владыка над всей землей, и он царь. И он обещает людям и говорит, «Придет царь, царь другой». И он посылает весть им через пророка Иеремию 23, 5. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В одни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше». Бог открывает израильскому народу, что у него есть план, что придет царь, царь, который будет править мудро, который есть царь царей и Господь господствующих. И тот праздник, который мы отмечаем сейчас, Господь его также открыл через пророка в те времена. Это пророк Захария пишет 9 глава 9 стих. «Ликуй от радости тщерь Сиона, торжествуй тщерь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне под Яремной». Бог открыл, что придет царь. И это исполнилось. На Рождество мы знаем, что первым Иисуса Христа царем признали мудрецы, когда пришли поклониться. Но Ир однопрасно испугался, потому что царство Иисуса Христа, оно не такое царство, которое у земных царей. И титул Иисуса Христа, он не такой, как у царей земных, и не временный, а вечный. Когда Иисус Христос пришел на землю, и Его царство устроил на земле, Он устроил царство внутри нас. Он проповедовал о Царстве Небесном, о том царстве, которое будет в будущем. Ему не нужно было временное царство в каком-то определенном районе нашей земли, потому что Он царь над всеми народами. И вот когда Он был перед Пилатом, уже его страдания, и вот близится его смерть, то, для чего Он пришел, царь, который пришел послужить, царь, который пришел спасти. И вот Пилат говорит Ему. Иоанна 18, 37. Пилат сказал Ему. «Итак, ты царь?» И Иисус отвечал. «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает глаза Моего». И Иисус отвечал. Это 36 стих я прочитаю. «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство Мое не отсюда». Христос признает Себя царем, и Христос говорит, что царство Мое не отсюда, не от земли. Титул Иисуса Христа – это не правителя, это не президента. Это Божий титул, который принадлежал Ему от создания мира. Это титул нашего Бога. Он является царем. И поэтому люди напрасно переживали, эти правители земные, что их власть свергнут, что появится какой-то царь вместо них. Нет, Иисус Христос пришел принести Царство Небесное. И Он его принес, Он его устроил, и этот титул по праву принадлежит только Ему. И мы сегодня поклоняемся Ему, как Иисусу Христу Царю. В книге Откровения Бог показал Иоанну, Иисуса Христа, во славе, на белом коне. И в Откровении 19.16 написано, на одежде и на бедре Его написано имя, Царь царей и Господь господствующих. Братья и сестры, перед нами будет вечность. Вечность, где мы уже нашего Царя увидим лицом к лицу. А сегодня у нас время есть поклониться Ему, мы верой принимаем, и мы чтим Его, как Царя. И Он этого достоин. И я приглашаю вас к поклонению словами апостола Павла, записанные 1 Тимофею 1.17. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава, во веки веков. Аминь. Помолимся, поклонимся нашему Господу. Субтитры создавал DimaTorzok